МД Регион. Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Здравствуйте, меня зовут Максим. Это видео снято для конкурса «Расскажи свои секреты», проводимого сетью магазинов по продаже поисковой техники МД Регион. Вдруг Мэй Скалибур притянет к нам братика, заодно мои друзья узнают, что это такое и как это работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Эскалибур 2 Детектор с интересной легендой и отличными рекомендациями от специалистов пляжного и подводного поиска который в России называют коротко меч и я хозяин одного такого меча меня не устраивал его первоначальный вес и слишком приметный и дерзкий окрас поэтому мои секреты это рассказ о доработках прибора которые помогли сделать его комфортнее для спокойного поиска не привлекая лишних взглядов и внимания для любого поисковика за почти 3 гарантийных срока все что требовало вложений и замены это рукоятка и защита катушки которые от активного использования буквально стерлись до дыр в мотовелоспорте рукоятки на руль называются грипсы среди них я и подобрал новую замену в специализированных магазинах ассортимент этих насадок не маленький так что подобрать было не сложно я остановился на гелевой грипсе с упором он не позволяет руке во время работы съехать вверх а рифленая поверхность сделает хват более удобным под водой необходимо часто менять рабочую длину штанги намотанный шнур этому сильно мешает поэтому я использую хомуты липучки из компьютерного магазина они держат провод перемещаются по штанге легко снимаются и не боятся воды блок управления съемный и вместе с батареей имеет ощутимый вес при длительном плавании это утомляет поэтому было принято решение переместить блок на пояс и уменьшить нагрузку на руку из пяти ручек лишь две верхние являются настройками чувствительность в русском руководстве это не указано но для работы под водой или с солью чувствительность нужно снизить от 5 до 1 дискриминация к сожалению прибор не умеет исключать только лишние металлы тут или все или ничего чем дальше крутим эту ручку тем больше металлов игнорируется при поиске рекомендуемое значение 4 для облегчения штанги от блока управления был приобретен дайверский пояс для грузов в котором смогли разместиться и блок и аккумуляторная батарея и наушники лишние швы между карманами я распорол сам а в ателье портного за 50 рублей мне в нужных местах сделали петли для ручек настройки для работы под водой хватает одного наушника поэтому они были разобраны все лишнее убрано в левый карман в воде портупея вешается на пояс один наушник просто вставляется к уху под ремень маски в чехле металл детектор уже не выглядит так броско а минимум внимания со стороны соседей по пляжу меня вполне устраивает из верхней части штанги были убраны пружины блока и аккумуляторной батареи это освободило много места теперь короткая штанга из комплекта вовсе не нужна мы можем регулировать длину прибора от короткого до длинного практически полностью утопив нижнее колено верхним а самый секретный секрет заключается в использовании костыля он длиннее стандартной штанги прибора что позволяет увеличить максимальную глубину поиска на 25-30 см оказалось что диаметр трубы идеально подходит под нижнюю штангу из калибура держать костыль в руке удобнее из-за частых регулировочных отверстий очень удобно настраивать длину прибора что позволяет обойтись бессменный штанг на короткую длинную да еще и ручка полая внутри и имеет крышку то есть в ней можно хранить небольшие но ценные находки по сравнению со стандартной штангой костыль имеет просто идеальный функционал я заметил что у людей при виде человека с костылем меняется восприятие реальности они отводят взгляд и стесняются задавать свои вопросы про золото не находил мое золото? покажи золото золото ищешь? нашел много золота? хотя конечно же некоторые спрашивают но уже не про золото а зачем мне в воде костыль? что случилось с ногой, коленом, пальцем, пяткой? я отвечаю что это моя селфи палка так как на торце рукоятки удобно крепится экшн камера при поиске под водой на пляже можно использовать разные техники я плаваю с маской так как люблю сноклинг а такое плавание и пояс с детектором отлично совмещаются весь прибор помещается в сумку для подростковых ласт через сетчатый материал сложно понять что же там лежит с этой сумкой я захожу в воду собираю машину и плаваю вот все мои находки из 4 дневного отпуска на море в основном это российская мелочь несколько турецких монет кольца, бижутерия и сталь две високовых сережки около десятка бандитских пуль бусы видимо свалили из какого-то тарзана и парочка очков самое вкусное собрано тут серебро в воде становится черным и требует чистки кстати в мусульманских странах обручальные кольца делают из серебра вот их и натеряли на общественном пляже где я их нашел из этих четырех желтых колец одно оказалось совсем не золотым но все равно фортуна нам подкинуло немало однажды взяв детектор на море мне понравилось теперь я всегда беру его с собой конечно для подводного поиска ваш детектор должен не бояться воды но это сейчас умеет многие МД а а а а а а а а